Марат Амирович, добрый вечер, рад вас слышать. Вашего разрешения, я отключила комментарии, вам как меня слышно, как меня видно? Я отлично вас слышу и вижу, и когда нет комментариев, я даже себя вижу. Прекрасно, я собрала для вас самые насущные вопросы, вы на них на все уже отвечали и давали ответы, но тем не менее, они все-таки продолжают поступать, поэтому я их буду вам зачитывать. Есть и вопросы, есть и ответы партнеров, даже на эти вопросы, будут длинные комментарии, поэтому прислушивайтесь внимательно. Приступаем. Окей. Так, давайте еще раз разъясним работу кошелька Амир Валет. Почему ни на одной бирже не требует Face ID для вывода средств? Почему функция второго, а то и третьего плана блокирует вывод средств? По факту достаточно доступа к кошельку, следом аутентификатор, который только у владельца аккаунта. СМС или почта. Это уже будет супер трехфакторной защитой. Совсем не могу понять, почему же крипта внутри Амир может двигаться, а на внешний кошелек не может. Сейчас, возможно, отвечу. Чем вообще отличается кошелек Амир Валет от внешнего? Тем, что там нет тех средств, которые числятся на нем. Верно, ведь компания пользуется криптой, которую я завел туда. Я и не против. Но как же мне зачисляют проценты? Мне их рисуют, понимая, сколько смогут выплатить за пользование ресурсом. То есть компания выводит и заводит средства на биржу и торгует там. Значит, такая возможность есть. Но возникает логичный вопрос. Почему я не могу поставить ордер на вывод и получить через обещанную неделю или две свои деньги? Вопрос. Вопрос, в принципе, Амир Валет касается. Почему Face ID? Зачем он нужен? Почему невозможно вывести? Почему недостаточно аутентификатора? СМС или почты? Я, Светлана, вспомнил начало. Я не могу отвечать за работу других компаний. Но в нашем случае сложилась ситуация, что есть частые взломы. Частые злоупотребления. И они влекли за собой для нас такие тяжелые последствия. То есть уголовные дела и так далее. И после этого принято решение. Вот кто помнит, кто уже с нами давно. Вот эта функция Face ID, она, скажем, интегрировалась в наш кошелек. Именно исходя из вот такого горького опыта. То есть каждая функция, которая у нас добавлялась, она написана кровью. Сейчас сложившейся ситуации, скажем, вокруг нас еще больше, скажем, собралось и хейтеров и хакеров. И, соответственно, в силу безопасности, чтобы точно знать, что я выдал деньги хозяину аккаунта, мы вводим дополнительную функцию как Face ID. И я, может, не хочу плохо сказать в сторону конкурентов, к примеру, Binance или какие-либо другие компании. У них есть, да, дополнительные меры защиты. Чтобы нам эту, ну, использовать меру защиты, нам надо там дописывать определенный код, добавлять какие-то скрипты. Сейчас, ну, в данном случае быстрее будет это вот восстановить функцию Face ID, да, там, то есть вот с новым провайдером. И, ну, было принято решение, что это самый только оптимальный вариант с точки зрения безопасности. Я так иногда отшучиваюсь, то, что, там, ну, китайцу хорошо, ну, как бы, нам может быть смерть, да, там. То есть я, ну, не знаю, где Binance зарегистрирован, я не знаю, где, есть ли у него вообще лицензия и так далее и тому подобное. То есть у Binance, возможно, очень сильная, скажем, юридическая группа, да, там. И если вы на Binance, там, ну, ваш аккаунт взломают или еще что-то, вы там месяцами можете долбиться и в итоге ничего не достичь. Мы этого себе позволить не можем, то есть, ну, мы работаем в СНГ, да, там, в большинстве случаев, и, то есть, ну, основной пул клиентов, да, там, у нас в СНГ, и, соответственно, у нас есть определенная ментальность, определенный, ну, скажем, подход. То есть вот это, с одной стороны, огромный плюс, ну, с другой стороны, ну, тоже дополнительные какие-то создают, ну, задачи, да, там, тоже тот же самый Face ID. И вот я сейчас поясню, ну, вот с каким-то хорошим объявлением я выхожу, только что мы закончили обсуждение с IT-департаментом, как это все будет происходить, но мы еще продублируем инструкцию в основные каналы наши, то есть пока сроки передачи данных базы от старого провайдера не утверждены, и переговоры в процессе. И так как мы поняли, что это затянется, было принято решение дать возможность всем клиентам пройти переверификацию. И завтра с утра, мы дополнительно точное время объявим в Телеграм-канале, завтра с утра будет возможность по запросу у людей проходить переверификацию. Опять же, ну, почему по запросу, да, там, то есть если мы сейчас скинем все верификации, мне айтишники просили не пугать народ, то есть вероятность, ну, что кто-то вместо вас подает заявку, просто может быть кому-то это не к спеху, к примеру. То есть у нас по срокам работы по интеграции биометрического распознавания лица планово, там, до 7 февраля. Случай успешной, ну, скажем, ну, завершения, да, и мы 8 числа открываем вывод. Это уже, можно сказать, такие крайние сроки. Айти-департамент говорит, что, возможно, что-то произойдет и раньше, но вот немножко с запасиком мы заложились, да, там, 7 мы заканчиваем внедрение Face ID, и 8 числа уже люди, которые прошли переверификацию, они будут иметь возможность выводить деньги. И с завтрашнего утра все желающие могут подать заявку через клиентский сервис о том, что они хотят пройти переверификацию, в ручном режиме будет сбрасываться KYC, и, соответственно, ну, после заявки сбрасывается KYC, и клиент, инвестор начинает процедуру. Вот такой метод, скажем, мы решили сделать именно в целях безопасности, да, там, что действительно каждый инвестор именно свой аккаунт пройдет верификацию. Марат Амирович, насколько это действительно безопасно или опасно? В таком случае, когда проходишь повторную верификацию, все-таки стоит деньги вернуть на накопительный счет, пройти верификацию, потом поставить на вывод, или ничего страшного, что деньги уже есть на кошельке? На саму верификацию или переверификацию оно, ну, никак не повлияет с точки зрения опасности или безопасности. Тут, наверное, больше такая цифровая чистота или цифровая грамма. То есть, чтобы вы не потеряли контроль над своим аккаунтом. В этом плане... А как можно потерять контроль? Взлом электронной почты. Очень часто у нас, даже при отсутствии выводов, в день по одной-две заявки приходят о потере контроля над своим аккаунтом. Ну, как максимально тогда предохранить потерю аккаунта? То есть, какая вот инструкция прямо от вас, чтобы это было максимально грамотно сделано? Мне кажется, это элементарно. Ну, то есть, никому не доверять пароль. Пароль делать достаточно сложным, да, там, включать функции двухфакторной аутентификации. Это тоже, скажем так, делать с какой-то определенной частотой, да. То есть, не давать телефон или в чьи-то руки, контролировать полностью. То есть, если и терять из-под контроля телефон, то, ну, скажем, на непродолжительное время, ну, бывает, там, у нас была жалоба, там, женщина, она, ей скрыли аккаунт, увели деньги, но это еще до-до-до, там, давно-давно. Ну, и дома, говорит, только я, там, телефон был в зале, а в зале, а я, там, на кухне, там, ну, и, соответственно, дома был сын и друг сына, да, там, и никого больше, да, там. И пришла СМС, СМС был введен, и аккаунт уведен, деньги выведены, да, там, ну, кого подозревать, сыновей, да, там, ну, и, соответственно, держите телефон, как бы, всегда, ну, в поле зрения, да, там, и при каких-то уведомлениях, то обязательно, ну, сразу реагируйте. Ну, смотря, какую вы, ну, защиту поставили, или СМС, или 2FA, да. Если не нужно срочно выводить средства, нужно ли проходить переверификацию или подождать? Все-таки есть возможность, что СМСАП отдал? Да, у нас есть достаточно, недостаточно, мы все равно продолжаем работу с СМСАПом, и мы надеемся, что мы получим базу, ну, здесь, как бы, непонятные сроки, и поэтому пошли на такой шаг. Для нас это, может быть, и технически, и экономически, и с точки зрения безопасности, ну, доставляет какие-то определенные нагрузки, но мы вынуждены так, как, пойти, просто по СМСАПу сроки не определенные. Возможно, мы их получим, там, завтра, а можно через месяц. То есть, вот, СМСАПом, я не хочу ничего плохо сказать, то есть, у них тоже есть, это большая компания, у них есть какие-то внутренние процедуры, у них тоже есть своя логика, на них тоже может кто-то давить, кто-то там, ЦБ, не ЦБ, и так далее. Поэтому мы с ними активно ведем переговоры, они, в принципе, они на связи, и, ну, то есть, единственное, со сроками непонятно. И, вот, те, кто могут ждать, они могут, там, дождаться, там, до СМСАПа, да, там, то есть, пока мы получим базу. Те, ну, кто, скажем, не может долго ждать, соответственно, у них есть возможность, ну, хоть завтра начать переверифицироваться, но, говорю, выводы начнутся восьмого, поэтому у вас есть пять дней, то есть, подготовьте все документы, не спеша, там, все, там, скажем, сделать все. Марат Амирович, насколько готов клиентский сервис к тому, что сейчас просто потоком будут идти сообщения, отключите мне верификацию, и насколько готов наш сайт не упасть? Мы специально пригласили Юрия, нашего руководителя клиентского сервиса, он так коротко и по-мужски готовый. И мы просто у него выточнили время, и, ну, ребята, там, еще сайте от дела, они говорят, мы в телеграм-канале точное время напишем. Это будет утро, ну, там, диапазон, там, 9-10 утра, ну, более точное время в телеграм-канале ожидайте. То есть, будет несколько часов на то, что можно записать сообщение, что отключите мне верификацию, я пройду заново, правильно? Через свой личный кабинет инвестор обращается в клиентскую службу, я хочу пройти переверификацию. Ему скидывают старую верификацию, и он начинает процедуру новой верификации. То есть, это... Ну, вся информация, в общем, будет в ближайшее время сегодня в телеграм-канале озвучена, как можно будет проходить заново верификацию. Да, точные инструкции, все до утра, ну, в телеграм-канале все будет. Так, соответственно, следующий вопрос все-таки про ликвидность. Все-таки ликвидность есть и проблемы не в отсутствии денег, а действительно технического характера на этот раз? Да, проблемы действительно технического характера, и мы еще один день, скажем, взяли, Роман просил еще плюс один день прибавить, но я говорю, Рома меня просто порут на британский флаг, говорю, потом, ну, и он говорит, ладно, постараюсь сутки уложиться. То есть, одна из задач после, там, внедрения, успешного внедрения Face ID, это, ну, заполнить кошельки и залить, ну, чтобы технически мы полностью были, ну, и провести, там, пару тестов каких-то выводов. И вот седьмого числа, дай бог, Face ID будет сделан, и восьмого мы уже выводы открываем. Марат Амирыч, тут мне пришло замечание, комментарий, не в течение нескольких часов, а завтрашнего дня в любое время можно будет пройти верификацию. Завтра утром, да. Завтра утром можно начинать процедуру переверификации. И восьмого числа все, кто прошел верификацию, могут спокойно выводить деньги из кошелька. Лимиты будут озвучены позже, или вы их уже можете озвучить сейчас? Скорее, нет, скорее всего, это будет озвучено за день, в день открытия выводов. Мы будем наблюдать за текущей ситуацией, то есть есть, там, заключение финансового аудита, да, там, все-таки мы за порядок, за безопасность, за сохранение, да, там. И, ну, первые неделю-две, наверное, будут все-таки, там, такие ограничения, и, соответственно, мы будем прям вот пристально, в ручном режиме, можно сказать, под лупой, смотреть, как все это происходит, и, соответственно, вводить какие-то определенные изменения, улучшения уже в процессе. Запустить их во всех трех валютах? Да, да. В USDT, ERC-20 и TRC-20 будет возможен? Думаю, да. Ну, по крайней мере, последний, вот сегодня мы это не обсуждали, но на самом деле технический вывод-то сам готов давно, и сейчас мы больше сосредотачивались именно на внедрении вот QIC и вот сейчас Face ID. И, насколько мне память не изменяет, все, ну, ноты, все наши монеты, которые присутствуют, и даже, ну, вот, BUSD, он работает на прием, вот на вывод, работает ли он на вывод, я вот могу уточнить. Ну, вот, USDT, TRC-20, ERC-20, вот, думаю, работает. Я могу тоже это уточнить, но не точно, но все, все должно работать. Хорошо. Комиссия на вывод, которая будет при тестовой неделе, она так и останется на дальнейшем? Да, мы не прибавляем ничего, то есть та комиссия сети, которая будет в тот момент актуальна, мы эту комиссию и будем взымать. Ну, и я уже говорил, что мы приняли решение, что мы откажемся от, скажем, той стратегии, которую комиссию берем на себя, то есть, соответственно, мы переходим уже на обычный режим, как бы, всех кошельков. Мы просто, вот, с точки зрения, там, маркетинга, мы добавим, может быть, много других, больше плюшек. Ну, вот, такое решение приняли. Просто это снимает много каких-то вопросов с нас, да, чем приносит какой-то реальной пользы по факту, да, и дает возможность вот эти силы, которые освобождаются, использовать в других, более полезных направлениях. То есть, комиссия теперь будет при любой сумме, то есть, вот, как раньше, свыше 300 долларов отсутствует комиссия, уже такого не будет. Верификация будет платная или без оплаты? Без оплаты, то есть, она, по сути, она платная, только эта плата на нашей стороне. Вы берете на себя. Про конвертацию вопрос. Почему все-таки невозможно сделать конвертацию? Ведь с выводами и верификацией это никак не связано. Если можно, прям поподробнее, потому что про конвертацию уж очень много вопросов. Да, я уточню этот вопрос. Каждый день планеров много, и все в голове не запоминаешь. Ну, это было связано с тестами именно USDT, то есть, вот, с тестами выводов, запуска USDT. И есть определенные какие-то еще баги, которые были именно в области конвертации. Я уточню, Светлана, и, может быть, в сторисе отвечу. Вы вот те вопросы, которые я там в эфире не смог ответить. Я вам в личное сообщение пришлю, чтобы вы на них ответили. Да, я в сторисе дам ответ на них. Хорошо, после криптомира я вам соберу. Почему не работает Solar Gifts, и когда возобновится его работа? Было какое-то неубедительное объяснение, отключены выводы. Когда включат Solar Gifts? Когда заработает? Да, когда заработает кошелек, тогда и заработает Solar Gifts. Ну, может быть, на 2-3 дня позже. Сейчас все силы, весь, тут он, ну, связан и с многими вещами. То есть, вот, перед Новым годом, там, было набрано достаточно большой заказ. Ну, видимо, сложившаяся ситуация, люди решили, там, прям, подчистить все Solar. То есть, нас уже хоронили, нас хоронили, там, с конца ноября. И надо было, вот, вытащить, вот, все, что можно было вытащить. И, там, если не было выводов, то можно было через Solar, там, что-то. И люди, там, на USDT покупали Solar и на Solar заказывали. И поэтому, прям, вот, у нас, там, за полдекабря прошло, прям, вот, неимоверное количество заказов. И в какой-то момент мы просто закрыли заказы, потому что нужно было обработать те текущие заказы. И, ну, насколько сегодня я знаю, все заказы обработаны, да. И тут момент такой, мы сейчас сосредоточились на запуск кошелька, а поставщики, которые, ну, с нами работают, они работают также на внешних кошельках детей. То есть, мы думаем сначала запустить, ну, удовлетворить, как бы, внутренних наших инвесторов, да, там, именно с точки зрения выводов, да, там, и, соответственно, там, по мере развития уже запускать все остальные наши... Смотрите, то есть, после того, как откроют выводы, они же будут в ограниченном количестве, ну, вывод средств. Соответственно, Solar Gifts, если приобретать товар, то можно будет тоже на ту сумму, которую только можно вывести на сегодняшний день из Амир Кэпто? Сейчас не скажу, как раз, может быть, завтра у нас будет планерка Solar Gifts. Ну, тоже, да, я в сторисе отвечу. Ну, думаю, что после запуска кошелька нам потребуется какое-то время все равно. То есть, Solar Gifts, ну, в полную меру, может, там, через неделю заработает. Ну, опять же, в Телеграм-канале мы... Оповестим. Да. Сделаем объявление. Марат Амирович, какая у вас и у трейдеров фонда основная торговая стратегия? У каждого трейдера своя торговая стратегия, своя торговая система, да, там, свой портфель, да. Кто-то любит альтами торговать, биткоин, ну, на биткоин даже не смотрят. Кто-то любит, там, биткоин, эфириум. Соответственно, от характера инструмента люди используют, там, потому что, например, там, торговля на биткоине и торговля на эфириуме – это две разные торговые стратегии. И у каждого трейдера, ну, вот если говорить, там, о моих каких-то торговых стратегиях, да, там, то есть я, например, вот считаю себя, скажем, хорошим скальпером, да, там, то есть я на коротке, можно сказать, более комфортно себя чувствую, чем на, там, средних и длинных дистанциях, да. Есть ребята, наоборот, которые, вот, на средних и длинных дистанциях, у них, наоборот, там, больше получается. Соответственно, вот, иметь вот такую вот гибкость, которую ты сразу можешь думать о долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном портфеле, но это, наверное, такой уже высший палатаж из трейдинга, когда ты не забываешь про свои долгосрочные позиции, помнишь, в каком состоянии твои среднесрочные позиции и при этом успешно работаешь на краткосрочном трейдинге. И даже вот в этих портфелях ты применяешь разный набор инструментов, ну, технического анализа. Опять же, при фундаментальном анализе не потеряться во времени, да, там много, ну, ошибка многих трейдеров именно часто, как бы, теряются во времени. То есть, они расчет делают на шесть месяцев, а в голове думают, что это произойдет завтра, да, там, или наоборот, да, там, то есть, в этом тоже. И тут в голове сразу надо держать несколько стратегий и разделять их четко между собой. Добро пожаловать в Амир Академию. Амир Академия сейчас там прям, ну, можно сказать, на подъеме, гордится, что у них там очень много учеников в этом месяце, и они качественно улучшают материал. И до поломки мы планировали, скажем, восьмидневный курс именно для опытных трейдеров уже с моим участием. Ну, ребята не отчаиваются, то есть, они планируют его сделать после Соларфеста. То есть, у нас Соларфест будет с 27 по 4, если я не ошибаюсь, и восемь дней после Соларфеста ребята именно из Амир Академии планируют оффлайн обучение с участием наших там ведущих трейдеров. То есть, соответственно, сами трейдеры требуют какой-то прокачки. Ну, и даем возможность, скажем, частным трейдерам принять участие, конечно, за деньги, принять участие в таком обучении. Ну, то есть, с одной стороны, как бы вживую увидите и других трейдеров компаний. И там, ну, порядок, как бы обучения, он выше, и посмотрите, как, скажем так, обучаются ребята из высшей лиги, да. Там сегодня как раз вот на планерке с Амир Академией присутствовала там наш еще один руководитель проекта Анна Курдой. И она говорит, я тоже сейчас в учениках Амир Академии, и мы как раз вот с Николаем начали обсуждать вот этот образовательный такой процесс именно для опытных. То есть, тренировать Хабиба и тренировать там начинающего – это две разные тренировки, два разных подхода, два разных… И там, мы когда с Николаем проговаривали, какие элементы мы будем применять вот именно вот в эти восемь дней, Анна, ну, там, дала рецензию, что она с таком у него не учит. Я говорю, добро пожаловать уже в профессиональный трейд. И он, может быть, очень, ну, сильно отличается от, скажем, частного, ну, мелкого трейдинга. Когда ты торгуешь там десятью миллионами – это одна стратегия. Когда ты торгуешь там тысячу или десять тысяч – это другая стратегия. То есть… Ну, в Амир Академии же как раз-таки есть несколько подразделений. То есть, есть первая ступень, вторая, третья и самая высшая ступень. И это как раз-таки можно постепенно набирать. Набрался опыта, пошел на следующую ступень. Или вы хотите записать совершенно иной курс уже для тех, кто прямо тоже профессионал? Да, это, наверное, выходит как бы за рамки Амир Академии. Это действительно будет курс для профессионалов. Амир Академия, скорее, наверное, это больше масс-маркет. Да, там это, ну, если сравнить с автомобильным производством, это, например, там линейка Лексусов. Да, это вот там, не знаю, класса А, класса С, там класса С, Е, там, да, там и так далее. Вот, ну, то есть, вот наш пакет образовательный. А тот курс, который мы, ну, вот, обсуждаем, это, скорее всего, болиды Формулы-1. То есть, это мы уже обучаем людей, там, участвовать, ну, в профессиональных соревнованиях. Да, это не просто вводить какой-нибудь классный внедорожник Лексус-ЖС какой-нибудь, да, там. Это уже вождение профессионального болида. Сейчас, кстати, насколько я знаю, что можно записаться даже на базовый продвинутый курс. Старт 14 февраля. И как раз-таки на сегодняшний день за продукты Амир Кэпитал можно оплачивать Solar Gifts. То есть, все, что, ну, Амир Академия, можно оплатить Solar Gifts. Так что, ребят, записывайтесь на трейдинг, обучайтесь, получайте знания. Это очень интересно. Я, на самом деле, на сегодняшний день сама читаю книги про блокчейн и открыла для себя очень много нового. Так, Марат Амирович, следующий вопрос. Готовы ли вы к медвежьему рынку? Какая будет стратегия в долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном портфеле, прям, если тоже можно? Можно, правда? Да. Нужно. Я думаю, мы заходим в фазу четвертой волны. Вернее, мы уже в нее зашли. И, по моим прогнозам, от года до пяти лет мы можем находиться в четвертой волне. Есть хорошая книга, по которой я вообще начинал учиться трейдингу. Это Александр Элдер, да, там, основа биржевой торговли. Ну, много там у него серия книг, как играть и выигрывать на фондовых рынках. И одно из, как бы, правил, он говорит, если ты не понимаешь, что происходит на рынке, скорее всего, ты в четвертой волне. А если ты в четвертой волне, то иди спать. И вот я обмолвился, что я люблю работать на коротке. И, на самом деле, вот, в четвертой волне ты действительно не знаешь, упадет рынок или... Это называется такой долгосрочный флэт, да, то есть ты заходишь в боковое, надолго в боковое движение. Но, опять же, то есть, там, в ближайший год или, там, четыре года мы новых хаёв как бы не увидим, да. Там, скорее всего, цена вот между 30 и 70 вот может болтаться до 4-5 лет. То есть, вот, и у нас есть расчет, ну, лично у меня, там, разрисованный график, там, от нуля до 2 миллионов 400 тысяч и от 2010 года до 2039 года. То есть, волновой анализ, когда цена от 2010 года придет в 2039 году к цене 2 миллиона 400 тысяч. То есть, это в волнах есть определенная закономерность, да, там, первая волна, там, самая короткая. Там, вторая волна, она обычно, ну, имеет очень такую глубокую просадку, да, там, третья волна самая крутая и самая длинная, да, там, и пятая. Ну, была четвертая, пятая. Вот по характеру волн ты можешь определить, или мы сейчас в четвертой подволне большой первой волны, или мы в большой четвертой волне. Поэтому от года до пяти лет, то есть, если мы в четвертой подволне, ну, большой первой волны, да, там, который может, цена закончится на уровне, там, 90, да, там, то это, ну, затянется на год. То есть, вот, от цены, пиковой цены 69 можете отложить один год, да, и, соответственно, вот, вот это флетовое состояние. Мы не исключаем, команда не исключает, там, пробои цены, там, к маю, к июню, там, на уровень 26-27, да, там. Возможно, вот сейчас мы поднимемся до 42, потом к июню опустимся до 26, потом снова поднимемся, там, ну, в район, там, 40, может быть, даже 50, и все это может затянуться на год и до пяти лет. То есть, если мы находимся, скажем, в большой, так скажем, четвертой волне, да, там, то это может на пять лет затянуться, и тут еще такой, может быть, позитивчика добавлю. Да, то что-то прям... Позитивчика. Во-первых, Амир Кэпитал, вот, я, может быть, и про себя скажу, и про нашу команду ребят, мы очень комфортно себя чувствуем во флотовых движениях. И не только я, но и, ну, практически уже вся команда набила руку, и как раз мы более продуктивны именно на флетовых движениях. То есть, это вот прям наш конек, наша фишка в том, что мы очень комфортно чувствуем себя именно вот в четвертых волнах, да, там, считываем их. Ну, и чем глубже просадка, тем сильнее будет, скажем, выстрел следующей волны, да, то есть, ну, прогнозируем, что, ну, вот, например, после 26-27 цель будет 250, да, там. Ну, произойдет ли она, там, в 27-м году, или произойдет она в 24-м году, это уже, как бы, время покажет. Ну, мы готовы к долгосрочному флету, и, соответственно, в плане, там, и увеличения и криптоактивов, и увеличения, там, USDT. И, наверное, вот, лично для меня это самая такая комфортная среда, и в этом, наверное, огромный плюс быть с Амир Кэпитал, да, там, ну, потому что четвертая волна, она, там, действительно, самая непонятная. Но есть вероятность, что мы можем очень высоко подпрыгнуть вверх, то есть выйти за 100? Я говорю о каких-то, там, вероятностях, там, с процентностью, там, в 75-65 процентов, конечно, это рынок, это крипта, как мы там иногда говорим, это крипта, детка. В любой момент можно на 200 улететь, мы можем просто вечером заснуть и утром проснуться, и цена может оказаться, там, далеко высоко. Тут, да, как бы, есть инвестиционная, скажем, грамма. Я на днях слушала видео с Тони Уэйс, он все-таки на 22-й год видит более позитивную картину с биткоином. Если встречаются два трейдера, то обязательно будет три мнения. Скажем, прогнозировать это не совсем благодарное дело. Вот сегодня у меня, вот сейчас, в моменте, у меня такое настроение. Ну, действительно, что-то сегодня произойдет, и в понедельник я там переобуюсь. И в этом, наверное, есть огромный плюс трейдера, что он гибок в каких-то решениях. Какая у вас рекомендация для партнеров Амир Кэпитал? Держать, либо какую-то часть фиксировать на каком-то этапе и перезакупиться позже? А можно рекламировать? Да, можно. На самом деле, мы готовим выпуск серии токенов, сопровождаемые продажей Идалей. И вот я лично сам делал такой технический анализ. Понятно, что не только сам выпуск токена и продажа токена. Это всего лишь 5% всей работы. Есть жизнь токена после токенсеева. И, соответственно, мы продумываем на 3-5 лет вперед. И на сегодняшний день, ну, скажем, есть, конечно, может быть, достойные монеты. Ну, честно, когда ты своим ребенком восхищаешься, думаешь, что он лучше всех, красивее всех, умнее всех, пятнее всех. И, ну, я сравнивал там с какими-то лидерами, ну, с тем же там XRP, ADAS, Alana и так далее. И наши токены, ну, смотрятся в ближайшей перспективе, там, на пару-тройку лет, ну, достаточно с большим преимуществом, с большим потенциалом. Да, там, и даже, может быть, не побоюсь рекомендовать те, кто даже там в битке в эфире там держит, то, ну, скажем, поменять такие, ну, может быть, более классические активы на наши токены. Да, там, ну, вот мы, по крайней мере, к этому готовимся и имеем на то, скажем, и технические показатели, и бизнес-показатели, и финмодели, которые мы все учли. Соответственно, они будут содействовать тем показателям. Ну, я могу там задекларировать, то есть, имеется в виду, что в ближайшие полтора года там по токену Amir Wallet мы ожидаем там X30, к примеру. Да, да, а, например, по биткоину, может быть, ну, в лучшем случае там X3. Ну, это, опять же, в лучшем случае, да, там, то есть, в ближайшие полтора года. Ну, и так далее, и так далее. То есть, ну, конечно, если искать монеты там в диапазоне там, ну, там, на 100 долларов купил какую-нибудь монету, да, там, то, если хорошо поискать, то можно найти монеты, которые могут дать такие же показатели, X10, X20. Ну, то есть, более-менее известные монеты на рынке, они уже, скажем так, перепроданы, да, там, ну, или, по крайней мере, где-то на каких-то таких высоких уровнях. Наши монеты на сегодняшний день, они там недооценены, да, так сказать, и у них потенциал роста гораздо выше. И в случае, если рынок будет флетить, то мы дадим там X10, да, там, в случае, если рынок вырастет, то мы дадим там X30, ну, и так далее, и так далее. Марат Амирович, если партнер не планирует выводить средства из Амир Кэпитал, но хочет приобрести токены и все остальное, нужно ли ему проходить верификацию или не обязательно все-таки? Можно будет это сделать, ну, просто купить во вкладке в какой-то и все? Думаю, да, надо будет проходить верификацию, у нас еще будет это сопровождаться как дополнительной мотивацией продажи доли в компаниях, да, там, и, ну, вот такой привилегией будут обладать, скажем, партнеры или инвесторы от уровня Lite и выше, да, там, то есть, ну, долю могут купить. И, ну, естественно, Lite – это уже верификация, это Sunrise программа и так далее. Я уточню по поводу, например, если человек хочет просто на 5 долларов или на 10 долларов купить, то есть он открыл кошелек, да, наверное, да, 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 ему обязательно надо будет верификацию, даже если он на 5-10 долларов будет покупать токены. Ну, понятно, если на большую сумму, то тоже. Да, там будут даже какие-то, вот, я могу уточнить у Global Pass, там какие-то будут временные ограничения, то есть ты можешь там пользоваться месяц-два там кошельком, то есть, конечно, мы планируем ввести какие-то лайтовые версии верификации, и у нас на выходе, можно сказать, практически, ну, вот-вот будет кошелек Solar Wallet, да, там. И я думаю, что в апреле, там, ну, как, уже так полноценно может обрадовать наших клиентов. То есть, по сути, у нас будет два кошелька, но для разной категории клиентов с разным каким-то функционалом техническим. И, ну, конфликта интересов в этом нет никакого. Один кошелек реально децентрализованный, да, другой кошелек, можно сказать, централизованный, и у одного есть свои преимущества, у другого есть свои преимущества. И, как практика показывает, люди обычно пользуются двумя продуктами и наслаждаются. Марат Амирович, так как я сейчас вступила в клуб Sunnyman, очень давно хотела, никак не могла добраться, и у меня много партнеров Sunnyman. И в чате есть такая информация, что вы взяли в штат человека Амир Capital Securities Investment. Кто это такой человек? И что у нас будет за... Чем он будет заниматься? Можно, пожалуйста, подробнее? В Sunnyman мы проходили курс Павла Палагина, да, там, по нейрогимнастике, по развитию умственных способностей, по улучшению памяти и скорочтению. И я действительно восхищаюсь с Павлом, и, скажем, захлеб обучался у него, опять же, там, простота, доступность, легкость, да, и эффективность, результативность, да, там. И зашел вопрос, какую... Ну, один из участников спросил, а, говорит, какую ли книгу порекомендуете по фондовому рынку? Ну, типа, хочу поизучать, как торговать на фондовом рынке. И я к этому немножко ревностно отнесся, я говорю, как... Я сам сижу в этом чате с анименов, соответственно, я говорю, как вы, там, при живом муже, там, ну, мы, как блокчейн-энтузиасты, то есть, весь холдинг Амир Capital, он специализируется на блокчейне. И, соответственно, на фондовый рынок мы реагируем немножко ревностно, да, там, и... Ну, я так немножко пошутил, говорю, конечно, изучайте все, и я говорю, почему? Потому что скоро, до Нового года, мы постараемся осуществить проект Амир Capital Securities Investment. Действительно, мы его давно уже запланировали, декларировали несколько раз, у нас уже несколько руководителей, там, ну, приходило, уходило, и вот сейчас, как бы, мы приняли на работу нового сотрудника, и он сразу, как бы, рвется в бой, говорит, дайте мне это, дайте мне это, он наш инвестор, давно за нами наблюдает, и сразу захотел, как бы, это, я говорю, подожди, подожди, давай, сначала вот, слона надо кушать по кусочкам, надо. Начнем с этого, начнем с этого, и, соответственно, после прохождения курса молодого бойца, естественно, мы приступим к реализации проекта. Что этот проект дает? Мы, на наш страховой депозит, мы его передаем, там, третьему лицу, да, там, и, соответственно, мы можем его поставить на общее обозрение, и, соответственно, любой наш инвестор может видеть, что у нас страховая сумма, там, целости, сохранности, соответственно, там, пополняется каждую неделю, каждую месяц. Это один вопрос. Второй, это третье лицо, оно, ну, скажем, это брокерская, дилерская, компания, которая предоставляет брокерские услуги, то есть это брокер на рынке цельного бумага, который дает нам, под залог этих криптоактивов, дает нам маржинальное плечо. Все это, конечно, в рамках дозволенного халяль, да, там, и мы под это маржинальное плечо покупаем активы на фондовом рынке. И на базе них, например, там, бумага, там, стоит, там, 500 долларов, там, бумага какой-то компании, ну, акция, акция какой-то компании стоит, например, 500 долларов. Ну, и простому клиенту эта сумма, ну, недоступна, а, не дай бог, там, упадет или там, и так далее. Ну, и человек, который ни разу в этом не разбирался, ну, ему страшно, может быть, сразу. И у брокеров очень такие негибкие условия, то есть, там, за пользование платформой плати, за каждую сделку комиссию плати, она намного выше, чем на крипторынках. И, соответственно, если ты хочешь быть успешным на фондовом рынке, то там, как минимум, там, 10 тысяч долларов надо, чтобы более-менее какая-то ощутимая прибыль у тебя была, там, ну, ежемесячно, там, да, или в год. А тут мы хотим купить, вот, бумаги и, соответственно, их токенизировать и уже в виде токенов, там, от одного доллара предлагать. То есть, вы можете внутри Амир Волит стать совладельцем Теслы, ну, Меты, Google, Microsoft, Apple, да, и так далее, и так далее. То есть, ну, мы предоставим, ну, широкий спектр, скажем, токенов, которые будут, это называется Asset Bug Token, то есть, токен, обеспеченный активом. Мы берем реальную акцию, которую держим, ну, в депозитарии, да, там, соответственно, на основании него делаем, ну, на смарт-контракте токены, которые будут, и, соответственно, вы можете получать, там, еженедельную выписку от нашего партнера. Действительно, эти акции принадлежат нам и на базе них это. Если мы акции продаем, к примеру, то мы должны из рынка изъять, ну, по рынку купить все токены, которые, и на эту сумму, ну, сжечь эти токены и акции потом продать на бирже. Ну, ну, и, соответственно, вот, как бы, с правовой точки зрения этот механизм так работает. Мы планируем, что этот рынок будет развиваться, то есть, на самом деле, фондовый рынок, он гораздо, ну, больше, чем крипторынок на сегодня. Ну, и эта ситуация, может быть, на 5-10 лет еще будет существовать. Соответственно, я думаю, что это может привести к тому, что на нашем Амерэксенде будут торговать, там, токенами, вот таких, мы будем создавать какие-то индексные токены, да, там, например, мы купили портфель, там, состоящий, там, из облигаций, акций, да, там, еще из каких-то ценных бумаг. Это будет и российский, и американский рынок? Ну, сейчас не отвечу, но больше ориентировались, конечно, на американский рынок. Я, честно, ну, вот, российский рынок, ну, я много передач смотрел про украинский, про Казахстан, ну, что-то пытался разобраться в казахстанском рынке. Ликвидность, конечно, оставляет желать лучшего, да, там, конечно, есть какие-то привлекательные вещи. Наверное, это зависит от того, как быстро мы наберем команду ребят. Наверное, это в большинстве, наверное, от людей будет зависеть, кого мы привлекем, как мы привлекем. Ну, если ориентироваться на западный рынок, ну, то есть мы можем управлять, там, полмиллиарда, миллиардом, там, 5-6 человек. То есть нам достаточно 5 человек, чтобы управлять миллиардом, то есть если ориентироваться на западный рынок. Если, там, ну, скажем, брать более широкий диапазон, то надо набирать штат очень огромный, ну, там, у Freedom Finance, там, несколько тысяч, там, аналитиков, там, штат огромнейший. Ну, конечно, там, больше, наверное, это сервисные какие-то вещи, самих аналитиков гораздо меньше, но мы вот больше ставим ставку на технологичность и минимизировать. Марат Амирович, ну, смотрите, акцию, в принципе, можно продать практически в рабочее время, в любой момент. У нас будут токены этих акций, то есть мы можем тоже это продать будем в любой момент? Да, да, то есть наша первая задача обеспечить ликвидность, обеспечить стакан, то есть когда это будет на маленьких объемах, мы это будем делать сами. Соответственно, когда это вырастет, вот то, что я и говорил, мы планируем вырасти и это направление очень сильно развивать, это будет неким мостиком между фондовым рынком и блокчейн-технологиями. И мы сейчас несколько компаний рассматриваем, как регистрировать их на блокчейне, то есть в виде DAO. То есть будет DAO, Lista, DAO, Let it, да, там. И, ну, ребята вот, ну, буквально после запуска КЖК готовят там бомбические предложения, то есть уже там Листа на стадии запуска монетизации, Let it, я так спойлерю сейчас, я не знаю, по башке я получу от ребят, нет? То есть мы в течение года запустим еще несколько таких правовых решений, как DAO, Let it, DAO, то есть учредители, вот те, которые там в Эстонии, в Америке, в Англии там регистрируются, то есть там проблема какая, то есть есть минимальный порог там. Ну вот чтобы там, скажем, была целесообразность нанять юриста и там вот это все делать, мы там минимально 500 долларов стоит долевое участие в каком-то проекте, доля. Вот на, скажем, аналоговом рынке, когда ты регистрируешь компанию в какой-то юрисдикции, там в любой, Турция, Казахстан, Россия, Эстония, есть определенные процедуры, это очень сильно зарегулировано. А когда ты смотришь, в чем разница между регистрацией в Эстонии и регистрацией в блокчейне, то есть да, эстонское правительство, оно говорит, ребята, можете этой компании доверять, почему, потому что я слежу, что они компетентны, что они там ни шаг вправо, ни шаг влево, то есть я каждый день глазком приглядываю за их деятельностью. То есть естественно мы ищем крупных инвесторов, крупных клиентов, да, нам просто нет смысла просто с точки зрения юридических расходов, с точки зрения еще каких-то показателей, то есть нам нет смысла меньше 100 тысяч долларов искать инвестора, и соответственно я инвесторов ищу венчурных фондов или разговариваю уже с богатыми людьми. А дау, ну то есть когда ты размещаешь на блокчейне, и здесь еще какой, я 100 тысяч инвестировал, и если не дай бог, это же венчур, не дай бог компания прогорела, то мне очень жалко, что я потерял 100 тысяч, и мне плохо, и там начинаются судебные тяжбы и так далее, и так далее. А если у меня 100 тысяч, и в блокчейне зарегистрировано 100 компаний, и я по 1000 долларов инвестировал в 100 компаний, и там 20 проектов, например, прогорели, 60 плюс-минус 20 взлетели. И, например, вот если 20 те, которые прогорели, один из них руководитель Марат, например, да, и Марат один раз прогорел, второй раз прогорел, ну то есть моя 1000 один раз потерялась, второй раз потерялась. И третий раз, когда я прихожу к инвесторам и говорю, ребята, займите, ну дайте мне денег, чтобы я там воплотил в жизнь какой-то проект, они, ну не сильно на меня обижаются, почему? Потому что они вроде бы, вот у них было 100 тысяч, и у них сейчас 200 тысяч за счет других проектов. То есть 60 там немножко выросли, а 20 процентов прям хорошо выросли. И вот принцип Amir Capital как раз в этом и заключается, то есть 47 проектов. Почему? Потому что человек может диверсифицировать свои активы именно с такой точки зрения, и мы, ну вот, то есть не поругаемся, то есть Марат, вот брось ты это дело, вот не занимайся бизнесом, вот не прет у тебя, вот не прет, вот иди лучше вот в маникюрщики, да, там, ну или в парикмахеры, вот может из тебя хороший барбершоппер получится. То есть по крайней мере обид не будет, а здесь там сразу аферист, мошенник, пирамидос, там, ну то есть очень много последствий. А когда ты инвестируешь там, ну понемножку во много проектов, и какие-то проекты пролетели, какие-то взлетели, то есть нужно осознавать, что кто-то прогорит, кто-то выстрелит. Это инвестиции, это жизнь, ну и так далее. И, соответственно, вот этот механизм на блокчейне можно реализовать, и мы сейчас очень активно, хорошо в это смотрим, и, соответственно, сейчас ребята меня опять помидорами могут, моя команда закидать, да, но мы хотим еще придать эту ценности, долю в компании сделать как NFT, соответственно, придать ему еще ценность такую визуальную, да. Представляете, у вас дома, ну, картина, там, ну то есть там LED, огромный красивый кристалл, который еще вертится, кроме того, что он какую-то эстетическую там наслаждение дает, он еще дает вам право голосовать, быть соучредителем какой-то из компаний. И тут еще мы добавляем сценарий, добавляем геймификацию, то есть соединяя несколько, то есть мы говорим, в наблюдательный совет ты можешь попасть, если ты наберешь пул в 1%. То есть в каждой компании будет совет директоров, председатель совета директоров. А можно будет скинуться нескольким людям, чтобы войти в этот пул? Что здесь будет геймификация в том, что соединяя свои доли, соединяя свои инфтишки, ну, в какие-то пулы, вы будете получать еще какую-то большую красоту, и вы будете этим гордиться, она уникальна. То есть это добавляет какое-то взаимодействие в сообществе, это не только обмен там информацией, это игра, да, там, то есть и вот мы сейчас эти вещи как бы прорабатываем, и когда ты внутри вот этого всего, ты кайфуешь, получаешь наслаждение. Конечно, вот ситуация с кошельком. Марат Амирович, можно я вас еще откачу назад на землю? Мы сейчас с вами улетели в метавселенную. Еще пару вопросов. При заключении нового договора с провайдером включен ли пункт о передаче базы данных? Ну, это имеется в виду, что со вторым провайдером сейчас, с которым мы заключили контракт, не получится ли такая же ситуация? На самом деле и Самсаб хорошая компания. Они же просто не говорят, что у них там внутри происходит. Ну, я точно знаю, что это хорошая компания. По крайней мере, ну, да, у них может быть сейчас какие-то, может быть, там, внутренние или внешние процессы, и они вынуждены так себя... И я думаю, что это все уляжется. И в первой, и второй компании в договоре прям четко прописано о передаче. Возможно, кто-то на них давит, возможно, что-то происходит. И они вынуждены так поступать. Ну, и мы же живем не первый год, ну, то есть не последний год. Мы же еще будем жить там 30 лет, и, возможно, ну, как-то с Самсабом у нас еще 505 раз дороги пересекутся. И я всегда сторонник не ругаться, не обрубать концы. Для меня, может быть, отношения это, ну, намного выше, чем деньги. Да, это доставляет какой-то определенный дискомфорт дополнительный. Это, ну, наверное, там, нам это так надо. То есть когда мы у Бога просим терпения, Он же нам не дает терпения, Он дает нам возможность тренировать терпение. То есть тут вот надо, ну, какие-то вещи такие. И я думаю, что вот все процессы, которые сейчас происходят вокруг нас, Именно для того, чтобы натренировать нас для, ну, там, более высокого уровня задать. Как раз-таки вопрос. Мы все в одной лодке очень хотим двигаться и полететь в космос. Вот скажите от себя, для всех инвесторов, Что нам нужно сделать сейчас? Ну, вот прям инструкция. Есть ли у вас какая-то инструкция, которую вы хотите сейчас дать, Либо сказать, либо пожелать, либо какое-то напутствие сказать? Это последний вопрос на сегодняшний день. Искреннее желание, чтобы наши инвесторы начали пользоваться нашими продуктами. Первое, наверное, сани-бук. Второе, сани-мэр. Третье, амиракадемия. Да, там, приглядитесь, какая. Там, ну, кто хочет трудовой доход получать, приглядитесь. Особенно граждане Российской Федерации, там, коммерциал. Ну, то есть, все эти продукты, листа, да, там. Вот, мы сегодня как раз с Анной обсуждали. Я говорю, а как ты видишь 13-летняя девочка? Вот 13-летняя девочка, чтобы вот пользовалась листой и прям была благодарна. Листи для того, чтобы... То есть, мы сидим креатививо. Мы действительно в 2025-2030 году каждый день там ходим. И вот все продукты, они направлены именно на рост и развитие. И мне хочется, компания развивается. Вот, как мы говорим, мы взлетаем, мы летим далеко и в космос. И я хочу, чтобы наш инвестор, ну, то есть, не только финансово с нами летел далеко и в космос. Тут же, с появлением большого числа, как бы, финансовых активов, нужно всесторонне развиваться, личностно развиваться. И вот, ну, как бы, чтобы большие деньги к тебе пришли, нужно быть готовым и интеллектуально, духовно, личностно, ну, с точки зрения личностного развития, нужно быть готовым принять эти деньги. На самом деле, Марат Амирович, я посчитала, это приблизительно нужно вложить каждому в себя около тысячи долларов для того, чтобы расти, развиваться. И в течение года вы вырастите абсолютно другим человеком и инвестором. Самые лучшие инвестиции и первые инвестиции, с каких инвестиций нужно начинать, это с инвестиций в себя. Это говорит вот любой успешный инвестор, можете Уоррена Баффета, Питера Линча, любого. Вот инвестиции в себя, это самые высокопроцентные инвестиции. И, как бы, вот прям пожелания, или вот Светлана сказала, инструкции, пожелания, какие рекомендации. Вот с аниме, с аниме, я, например, слежу на рынке, естественно, я своего ребенка сравниваю, а вот тот умнее, тот сильнее. Вот честно, вот лучше с аниме, лучше с аниме продукта я не видел. Да, я там постоянно где-то что-то ищу, сравниваю и так далее. Ну вот, рекомендую все-таки присмотреться к нашим проектам, да, там, и вот листа уже, ну вот, больше двухсот тысяч скачиваний, да, там. И я прям, вот, ну, как бы, глаз радуется. Ну, от себя могу сказать, что я использую абсолютно все инструменты, которые есть на сегодняшний день в Амир, кроме Амирсел. Просто на Кипре я пока не могу использовать Амирсел. Я всем довольна. Которые до Кипра доберемся. Хорошо. Прекрасно. Марат Амирович, большое спасибо вам за прямой эфир. Был продуктивный, полезный. Ребята, извините, что отключили комментарии, но все-таки нужно было провести такой прямой эфир. И даже мне спокойный, тихий. Большое спасибо всем участникам, зрителям. Большое спасибо, Светлана, за хорошее интервью. До новых встреч, ребят. Да, до свидания. Надеюсь, что мы вас не подведем, что вы наберетесь терпения и продолжите с нами развиваться. Всего доброго. До свидания. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова